Раст Здесь можно выбрать язык, например, русский. Я не знаю, по-моему, перевели пока только меню. Игру, по-моему, еще не переводили, но вся игра будет потом русская. Ну, давайте я это быстренько расскажу для тех, кто вообще первый раз видит, если такие люди есть. Я хотел еще другое показать, ну ладно. Ну вот, какое у нас меню. Пока у нас, по-моему, не сделали настройки. Да, настройки, видите, нету. Обновление Раста экспериментальной версии выходит очень часто, там, по два, по три раза в день. То есть заходить всегда интересно и смотреть, что, ох ты, нифига изменили. Да, да, новое. Посмотрите, что вы видите? Пять серверов. А до этого был один, тюре, два сервера. То есть, когда один лежал, второй включался. Очень редко два работали. Теперь пять серверов добавили русский. Спасибо, красавцы. Раньше был сервер, я жил в Хабаровске, да, далеко от центра. Раньше был сервер, по-моему, только американский, да, и там был пинг 220 стабильно. Добавили Россия сервер, 150 пинг. Ну давайте зайдем на Россию. Здесь больше ничего интересного нет, вот добавили такие менюшки. Избранное, удалить, подключиться к серверу, отмена. Также вот, шофт, эмпти, показывать пустые, показывать полные. Вот они галочки. И, наконец-то, сделали поиск. То есть, например, если у вас есть какой-то сервер любимый, вы можете сделать поиск, фильтр. Но мы подключаемся к серверу и смотрим, что у нас готово на этот момент. Кстати, он может не подключиться, я ни разу не пробовал. Может быть, сервера лежат. Нет, подключаются. Прикольно. Смотрите, а, удачно я запустил пять серверов. Молодцы. Ну вот, во-первых, первое, что изменилось. Раньше, когда мы заходили, мы сразу уже стояли. Теперь, когда мы заходим, мы видим, что человек спит. И нам нужно его будить. Вообще, разработчики говорили, что можно будет посмотреть вокруг себя. Но что-то пока он не смотрит. Может быть, они передумали, и теперь он будет просто лежать и смотреть вперед. То есть, вы видите, что происходит вокруг вашего героя. Нажмем на кнопочку, чтобы его разбудить. Опа! Сейчас, кстати, будут загружаться текстуры. Если их не убрали. Я не знаю, убрали, не убрали. Возможно, убрали. Видите, еще особенность, да, что постоянно обновляют, как я и сказал. И очень часто они что-то возвращают и что-то обратно убирают. То есть, сейчас вы не видите травы. Скорее всего, потому что ее убрали. Но ее потом вернут, само собой. То есть, не убирают даже, а просто временно отключают. Просто заходят, галочку ставят. О, брата, отключить траву, и все. Видите, травы нет. Но она будет в любом случае. Родоработчики сказали сразу, что трава в игре будет. И как в старой версии, траву убирать нельзя. То есть, команда, чтобы убрать траву, ее не будет. Не, прикольно. Смотрите, русский сервер. Здесь сейчас все будут русские. А раньше-то был. Сначала вообще был один сервер. Мы сидели там и русские, и америкосы. Когда мы пишем по-русскому, да, америкосы начинают пукан бомбить свой. Аааа, Russian Retard, бла-бла-бла-бла. Текстурки, видите, очень красивые. Да, вот вы видите сами. Если вам в нормальном виде, это будет видно. Потому что YouTube, он конвертирует свое качество. И у вас будет качество похуже, чем у меня. Не потому что я плохо комментирую видео, а потому что YouTube, он сам меняет формат и качество видео. По своей нужды. Ну, в любом случае, качество очень хорошее. То есть, текстурки, да, отличные. Молодцы. Ну все, приступаем, собственно говоря. Добавили вид у третьего лица. Вот так вот. Пук, пук, пук. Разработчики сказали, что они сделают такой вид. Хотя, многие пользователи сразу сказали, что зачем, не нужно фигню страдать, нам не нужен этот вид. Разработчики сказали, что мы из принципа добавим. Как просто дополнение. Что у нас есть? Ну, давайте сразу посмотрим. Посмотрим. Это ведьмени. Ведьмеди есть и олени. Вот пишут у нас. Ну, внизу слева у нас чат. Теперь, кстати, заметьте, чат, он не стирается. Например, вы зашли на сервер, и вы будете видеть все сообщения, которые остались с вашего прихода. Например, вот сейчас нам пишут, мы 200 сообщений. И они все будут в этом чате. Я захожу в чат и смогу пролистывать вверх. Профит. Это очень удобно. Раньше такого не было. Раньше сообщение появилось, исчезло все. Ты никогда не знаешь, что тебе написали. А теперь ты в любой момент можешь посмотреть. Я нашел дерево. Нет, здесь деревьев много. Может быть, их сейчас просто убрали, но деревьев много. Вот камни. Скорее всего, его добывать можно, наверное. Сейчас посмотрим. Ну, давайте сначала про интерфейс. Вот чат вы видите. Потом внизу слева у нас, получается, жизни, да, красные. И, скорее всего, оранжевый, пока никто не знает, скорее всего, это голод. Хотя интерфейс был, кстати, до этого другой. Там было больше показателей. Там был холод, голод, что-то еще было, выносливость. Но, опять же, они меняют. Ну, посередине у нас быстрый интерфейс, да, быстрые слоты. Все, нажимаем волшебную кнопочку. Тап. Фукс. Та-да-дау. Ла-ба-ба-ба-бау. Вот у нас новое меню, как вы видите, да. Это меню крафта. Например, давайте что-нибудь сделаем. Медвежий капкан. Но он пока не работает. Во, смотрите, господа. Что-то переводят, видите. Вот перевели на русский половину. Костер, деревянный ящик. Молодцы. Всегда уважал игры, где уже встроенный перевод. Это самое, не знаю, лучшее качество. То есть, когда игру продают, и там уже сразу и русский перевод, и английский. И здесь будет то же самое. Давайте сделаем капкан, который не работает. Но я хочу показать, как происходит крафт. Смотрим, видите, внизу, да, справа. Медвежий капкан. Можно отменить. Все, он готов у нас, по идее. Хотя непонятно, что он там готов. А, вот. Видели, какой-то баг был. Ну, ладно. Все, мы сделали капкан. По-моему, его ставить нельзя. Сейчас глянем. Это обновление. Да, нельзя, видите. Ну, ладно. Все, вот такое вот у нас меню. Почему, знаете, сразу, когда я начал пробовать, я заметил, что меню почему-то немножечко подлагивает. Непонятно почему. То есть, например, я беру, видите, проходит время. То есть, не сразу, а время. Может быть, потому что идет обмен информацией сервером. Хотя, зачем делать меню? А может быть, может быть, на сервере записывается, в каком слоте стоит предмет. Скорее всего, так оно и есть. Поэтому, видите, он притормаживает. Вот, видели, это обернуло обратно меня. Бред вообще. Посмотрите, вот. Ну, это да, это минус. Ну, продолжаем. Меню крафта. Разные варианты, видите, разбито по категориям. Фундамент. Потом вверх-вниз слистаем. Потом, наш герой, собственно говоря, мы одеваем одежду. Красная куртка. Почему красная куртка? Пишет большую букву куртка. Непонятно, ладно. Одеваем в любой слот. Вот, видите, он тоже медленно одел. Потому что обмен сервером. Потом у нас здесь написано защита. Ну-ка, подождите, а защита увеличивается? Я не обращал внимания. Нет. Пока, видите, не влияет. Ну, вот. Защита от патронов, от ближнего боя, эксплуазив. По-моему, это взрыв, радиация, холод. И хейт. Это здоровье, по-моему, хейт. Да. По-моему. Ну, я, честно говоря, не помню. Дальше. Вот наши итемы. Это начальные итемы, которые даются всем для теста. Ну, куртка ваша любимая. Ой, не туда жму, извиняюсь. Вот она. Опа, видите, как долго появлялась. Кстати, вот немного, видите, баг с текстурой, раньше его не было. Так что его, скорее всего, исправят. Ну, еще что сделали. Видите, теперь эта писька будет заштрихована. Да, грубо говоря. Это тоже большой плюс для тех, кто снимает видео, чтобы на ютубе страйки не кидали. Сразу сделана за них работа. Смотрим дальше. Лук. Лук, по-моему, он не работает. Он просто его достает. Давайте глянем. Ну, видите, он не стреляет. Вот так вот выглядит наш лук. Ну-ка, от первого лица. Смотрите. Он не стреляет, по-моему. Ну-ка, еще раз. Нет. Да, видите, он просто берет его. А, во-во, все, отлично. Ну, все равно, опять же, это только разработка. Он стреляет очень плохо. Он сразу, видите, я жму. Ну, давай. Нет, я уже не жму. Он больше не хочет стрелять. А, у меня все больше нет стрела. Почему-то дают только одну стрелу. Ну, ладно. Идем дальше. Костерчик. Костерчик пока можно ставить. Его кто можно ставить, то нельзя. Они опять делают и убирают, делают и убирают. Вот так он выглядит. Очень красиво. Но он до этого выглядел по-другому. То есть он был прозрачный, такая сетка. Жем похож на пластилин какой-то, на пластмассу. Опа. И появляется нормальный костерчик. То есть мы можем вот костерчик, открыть его. Open. Fire. Видите, как долго я открывал. Добыча. Мы открываем костер, там написано добыча. Ладно. Вот еще неудобно сделали, когда вы берете какой-то предмет, например, древесина. Видите, здесь сразу, если вам видно, определенное количество берется. То есть, например, не тысяча древесины я взял, а половину. Вот видите, он разделил пополам. Не пополам, а на 300. Ну-ка еще раз. 300 у тракториста. Вот, все, короче. Давайте положим сюда дерево. И иду. Очень сильно лагает, вы видите, да, конечно, печально. Мне еда, а, вот, все. Еда исчезла и появилась. Все, зажигаем костерчик. Опять же, разработчики говорили, что у них все проблемы с серверами, да, из-за утечки памяти. Они сказали, что будут над этим работать. Поэтому оптимизация будет в любом случае. Игра постоянно оптимизируется. Ну, вот так вот. Ну, вот видите, тоже в чате пишут, что это, походу, наши херово перевели. Ну, правильно, да. Пока перевод не идеальный, ничего страшного. Вот так вот костер у нас горит. Мы можем его потушить, попить на него, покакать. Ну, ладно. Уберись. Ну, все, короче, баг. Ну, будем так ходить теперь всю игру. Ну, а если я здесь нажму Open Fire, смотрите, я могу открыть костер в любой точке карты. Ха-ха. Да? Реально, а-а-а-а. Все, это баг еще один. Ну, ладно. Смотрим дальше, что у нас есть. Это мы только еще начало, да. Мы еще можем строить потихонечку фундамент стенками. Так что еще не торопитесь. Пистолет. Пистолет он не может брать пока, насколько я помню, да. Но он может брать кое-что другое. Ну, ящик он, по идее, может. По-моему, он не может его ставить. Да, не может, видите. Раньше мог. Теперь опять не может. Зато он может винтовочку держать. Да, винтовочку сделали. Вот она, наша красотка. Но бит от третьего лица. Видите, он не полностью готов. Потому что он стреляет, но он не перезаряжает от третьего лица. От первого, видите. Но он не может приближать пока. Ну, и это сделает. Графика очень красивая, конечно. 10 из 10 оставлю. Красивый костерчик. Так что, беляет. Офигеть, фига он беляет винтовкой с жестью. Просто вниз куда-то... Ну, ладно. Вот такая вот у нас винтовочка. Прикольно. Ладно, идем дальше. Там тоже дают патронки. Но они быстро могут кончиться. Хорошо. Так, дерево, все понятно. Ну, и идем к самому главному. Собственно говоря, это строительство. Давайте глянем, будет ли здесь тормозить. Только я помню, разработчики недавно сделали, чтобы можно было строить под наклоном. То есть, они специально это сделали, чтобы дома были разные. О, какая красота! О, тя-тя-тя-тя-тя! Меня выкинуло, как ни странно. Ну, ничего страшного, я говорю, пока сервера мы тестируем. Вот так вот. Первый раз за все время выкинуло из раста. Но я говорю, скорее всего, потому что, видите, только что сервера добавили. Они, возможно, не выдерживают нагрузку из-за утечки. Давайте, дайте мне дальше. О, травка появилась! Посмотрите! О, какая красота! Ну, не знаю. Может быть, мы были в том месте, где ее не было. Вон, мужик бегает, ну, пофиг на него. Вот так вот выглядит наша травка. Скорее всего, да, это текстурки, видите, крест-накрест. Ну, это такой старый метод. А не, смотрите, оригинально, то есть, они сделали треугольником траву. Раньше это крест-накрест сделали. Ну, ладно, трава. Мне, в принципе, все равно, какая трава, конечно же. Давайте все-таки начнем строить. Видите, я вылетел, да, все, что я сделал, все исчезло. То есть, опять, начальный у нас инвентарь. Ну, давайте строить, давай, давай, давай. Или он вылетает, когда я ставлю, да? А, нет, смотрите, построил. Все, строим фундамент. Очень медленно ставит. Ну, скажу вам сразу, что на американском сервере, где пинг был 220, он ставил гораздо быстрее. Я говорю, это чисто проблемы с серверами. Только на данный момент. Разработчики над этим работают. Видите, они сделали, что можно было делать с одного удара. Видите, это все из-за лагов. Это лаги. То есть, он бы сразу должен был появиться. Все, фундамент готов. Скорее всего, потом они эту сетку уберут. Но это уже будет все потом. Теперь мы ставим стеночки. Да, то есть, не как раньше у нас будет ограниченный дом. А теперь будут, не знаю, может быть, такие дворцы творить. Например, можно будет вот так стеночку сделать. А почему бы и нет? Вот так. Давайте построим здесь нормальную стеночку. Вот так вот. И вот так вот. Я уже делал видос о том, как защитить себя от C4 в России. Можете посмотреть, но не видел. Там нереальный секрет, я рассказал. Видите, по одному удару дело. Опять же, по одному удару, как я сказал уже или я не говорил, это сделали только сейчас. Для теста. Чтобы люди тестировали и ставили много-много построек. Чтобы сервера нагружались, разработчики смотрели и исправляли тормоза. Такая тут красота. А я очень давно уже слежу за растом экспериментальным. Да почти, наверное, с первого дня, когда только добавили сервер, я следил. Где был маленький остров, на котором были эти человечки, где строили из костров мосты. Эх, а потом все потихонечку появлялось. Помню, когда появился вот этот первый фундамент. Такой был ажиотаж. Кстати, знаете, какой баг был с самого начала? Что ты, например... Ах, что-то было. Вы видели? 18 хп осталось. Что это за бред? Как все говорят, это, скорее всего, из-за лагов. Возможно, меня тот-то убил, но ладно. О, ты прямо рядом со мной, смотрите. Не, ну это бред. Да, он прямо рядом со мной. Я прямо здесь вот появился. На тебе, мразь. Сдохни, чмо. Что, я его убил? А где мой топор? Хочется говоря, очень сильно лагает. Очень сильно. Но это, в принципе, не суть важна. Я говорю еще раз, что раньше таких лагов не было. То есть, это новый сервер добавили, он не справляется. Так вот, когда только добавили фундамент... А, я вот рассказывал, да. Начали такой баг делать. Хоть меня уже убивать, дебила, кусок. Он мне стреляет из ментовки, видите? Я его бью, но он не подыхает. Потому что, скорее всего, он лагает. О, сдох. А, вот он уже бегает. Кстати, ментовка, видите, да, отнимает с хп. Такой бред. Забейте просто. Ну ладно, все, мы от него уйдем. Так, короче, вот они строили фундамент. Сейчас, конечно, я сдохну, да. Кстати, у меня кровотечение заметили? У меня потихонечку хп уменьшается. Они строили фундамент, короче, из горы. И по прямой прям строили. В итоге у них фундаменты все в небе летают, висели, да. И были, получается, такие мосты в небе. Сейчас мы сдохнем. Молодец. Кстати, интересно, что я распавнился прямо рядом с собой. Кровотечение добавили. А я не помню, было в старом разе. Я думаю, уже не играл. По-моему, там не было этого. Ладно, пойдемте подальше отсюда. Очень сильно лагает. Потом это все исправили. Потом смогли строить нормально фундаменты. Ну, все равно люди были такие радостные. А теперь, видите, уже стенки добавили. Потихонечку развивается. Раз, развивается. Внизу справа, видите, пишет, что вы затратили. Вот затраты. Опа. Так, ну что еще? В принципе, мы уже все глянули, да. Весь интерфейс. Все мы это уже испробовали. Можно скушать мясо, но нету анимации. То есть ничего не происходит. Кстати, ну, давайте я сейчас вспомню некоторые подробности, что будет дальше в России. Разработчики обещали еще добавить каннибализм. То есть, вы сможете убивать людей, добывать из них их мясо и кости. Из костей вы делаете оружие, а мясо вы кушаете. Да. Также вы убиваете волков и кушаете их мясо. Вот так вот. Ну, будет очень много добавлено. Я буду в каждом выпуске что-то говорить. Ну, еще добавят очень много пещер. То есть, огромный акцент на этом будет сделан. Как в Майнкрафте, да. Там будут огромные пещеры. Там вода будет где-то, летучие мыши будут. И так далее. Ну, все. На этом мы выпуск пока закончим. Потом, когда выйдут еще какие-нибудь изменения, там, может быть, баги исправят. Добавили бы уже какие-нибудь там крышу или что-нибудь. Ну, это еще не скоро будет. Но вообще, какое-нибудь изменение, новый объект, я обязательно запишу. Все. Всем пока. Ну, еще давайте мини-бонус. Вот, что у нас есть. Волчонок. Волчоночек. Ой, кипучечка. Они пока не агрессивные, но все равно. Уматый волчонок. Видите, можно толкать его. Можно его убить и взять у него мясо. Красивая моделька. Посмотрите, какая красота. Очень красивая. Ну, все, короче, пока.